Опа! Как же я тут появился? Ну, видео у нас, кажется, про айфон. А где же сам айфон? Вот же айфон появился. Как он тут оказался, я даже не представляю. Ладненько, если серьезно, то в одном из прошлых видео я обещал купить айфон одиннадцатый. Я его купил. Но видео у нас не об этом. Видео с распаковкой их тьма тьмущая на ютубе. Видео у нас о том, как же можно его купить намного дешевле, нежели чем он продается официально. Да и, на самом деле, если у вас андроид смартфон, и вы собираетесь переходить на андроид смартфон, это видео вам также может пригодиться. В чем суть? Когда у нас прошла презентация айфон одиннадцати, айфон одиннадцать про, в сети сразу же появилась информация о том, сколько айфон будет стоить в мире. И так оказалось, что айфон одиннадцатый в России чуть ли не самый дорогой в мире. Если в США официальная его стоимость составляет семьсот долларов без налогов, то в России это в районе восьмиста пятидесяти девятисот долларов. В общем-то, то, что у нас такая цена на рынке, она не особо-то удивительная, потому что есть возные пошлины, есть НДС, там еще накидки для своих ритейлеров и так далее и тому подобное. В общем-то, цена такая, как она есть, что поделать. Но, естественно, я, как любой нормальный человек, не хочу слишком сильно переплачивать за что-либо, а хочу купить это по максимально возможной цене. И вот, когда у нас начались официальные продажи айфон одиннадцати, айфон одиннадцать про, я все ждал, когда же начнутся нормальные цены в серых магазинах. И вот, я ждал, ждал, и минимальную цену, которую я увидел, это пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто рублей, то есть всего на две тысячи дешевле официальной цены. И, если честно, я уже даже почти смирился и подумал, что ладно, фиг с ним, возьму, может быть, даже не у всех магазинов, а официальных, возьму и расстошную версию, два года, там, может, где-то бонусы поднакину, там, не знаю, МТС, либо какие-то другие магазины, скидочки поднакину, ну, тем не менее, я уже практически смирился. Но, я нашел способ, как купить айфон со скидкой шестнадцать процентов и две десятых, то есть скидка у нас получается ровно десять тысяч. И, как раз-таки, в чем самый прикол? Эта скидка шестнадцать целых два десятых процента распространяется не только на айфон, а практически на любую вещь, которую вы только захотите купить. Я сейчас расскажу в двух словах, хотя все-таки смог купить этот айфон, рстшный, за пятьдесят тысяч рублей, а не за шестидесят тысяч, которые рекомендованные стоимость. Но, опять же, все, что я скажу, я написал у себя в статье на сайте, ссылочка на него будет в описании, там все подробно расписано, переходите, смотрите, делитесь с ней с друзьями, потому что скидка шестнадцать целых два десятых процента, на дороге не валяется, и вы ее сможете применить практически ко всему, что только захотите. Первое, вам нужно иметь карточку от Тинькофф Банка. Если она у вас есть, это хорошо, если у вас ее нет, то, по моему опыту, ее привезут буквально на следующий день. Второе, вам нужно зарегистрироваться в кэшбэк-сервисе, который сейчас называется Backit, но раньше он назывался EPN Кэшбэк, они провели такой небольшой ребрендинг, непонятно зачем, но, тем не менее, регистрируйтесь там, получайте карточку от Тинькофф Банка и идем покупать айфон. Сейчас говорю, что нужно делать. Так вот, у Тинькофф Банка есть спецпредложение, если вы что-то покупаете впервые на goods.ru, то вам возвращается 10% от стоимости, то есть, если мы берем айфон, он стоит шестьдесят тысяч рублей, нам возвращается на карточку шесть тысяч рублей. Главное и единственное условие, это приложение действует только на одну покупку, на самую первую на маркетплейсе goods.ru. Переходим к кэшбэку, так вот, у Backit тоже есть специальное приложение, оказывается, для goods.ru, и там они тоже за первый заказ дают не какие-то там процент два, они дают пять целых два десятых процента кэшбэка, что офигительно. Так вот, что вам нужно сделать? Вам нужно иметь шестьдесят тысяч рублей, закидывайте их на карточку Тинькоффа, активируйте функцию спецпредложения для goods.ru, десять процентов возврат с первой покупки. Теперь все достаточно просто. Идем в Backit, находим goods.ru, и на всякий случай отключите всевозможные расширения, которые у вас могут стоять в вашем браузере, чтобы, не дай бог, не было никаких конфликтов. Все, находите goods.ru, нажимаете получить кэшбэк, либо перейти, неважно, как там это называется, переходите на сайт goods.ru, находите нужный вам айфон, либо любой другой товар, который вы только хотите купить, а, естественно, чем он дороже, тем лучше, чтобы больше была скидка. В моем случае мы находим айфон, это айфон 11 и 64 гигабайта, белая версия. Все, находим его, оформляем заказ и оплачиваем его карточкой Тинькофф, и главное, чтобы на тот момент у вас было активировано приложение для goods.ru, его нужно активировать вручную, и, опять же, оно не действует автоматически. На этом все, друзья, все достаточно просто, и в случае с айфон 11 мы получаем скидку 10 тысяч рублей, а если детально, то кэшбэк это у нас 3 119 рублей, то есть 5,2% начисляется где-то в течение 15 минут, и вот после того, как вы подтвердите заказ, еще пройдет где-то, не знаю, недельку-две, может быть больше, в зависимости от договоренности goods и кэшбэка, и вам это начислится, и вы сможете это вывести на карту без процентов. Что касается Тинькоффа, то есть здесь все достаточно просто, 10% это 5 990 рублей, которые нам возвращаются реальными рублями, а не какими-то бонусами. Но в чем самый прикол? Помимо вот этих 10% по спецпредложению, нам еще начисляется 1% обычного кэшбэка, и в сумме у нас что получается? 59 990 рублей минус 5 999 рублей спецпредложения, минус 599 рублей 1% кэшбэка, минус 3 119 рублей по кэшбэку Бэккит, и получается 500 273 рубля вместо 59 990 рублей, то есть скидка практически ровно 10 тысяч. Офигенно? Да конечно же офигенно, и в чем самый прикол? Это работает у нас не только с айфоном, а с любым товаром, который только вы захотите купить, главное, чтобы он продавался на goods.ru. Я очень рад, что смог обнаружить этот некий, можно сказать, лайфхак, реально обнаружил его случайно, уже буквально в последний момент решил посмотреть, какие там есть спецпредложения у Тинькова, смотрю goods.ru, смотрю, что айфон есть на goods.ru, смотрю кэшбэк, там есть еще и кэшбэк, я такой офигительно, все сработало, айфон у меня в руках, все спецпредложения мне начислены, все кэшбэки мне начислены, скриншоты, если что, я вам сейчас покажу, все работает, поэтому если вы хотите что-то купить помимо айфона, покупайте, а также получайте скидку 16,2%, хотите новенький айфон, я вам рассказал, выходит 50 тысяч. Ну а теперь давайте я наконец-то сейчас распакую этот айфон на видео, потому что я ждал того момента буквально полдня, забрал я его с пункта самовывоза в 6 часов вечера, сейчас у меня на часах уже 23.43, прошло полдня и мне руки уже чешутся. И сразу для всех тех, кто скажет, что нахрена ты его все-таки купил, это пустышка, переплата там ни за что, никаких инноваций, фигня, купил лучшую там Huawei, Samsung, Xiaomi и так далее и тому подобное. Ребята, главное, чтобы вы пользовались тем, что вам нравится. Нравится вам Xiaomi Mi 9 и вы считаете, что это топ за свои деньги? Топ за свои деньги, пользуйтесь. Нравится вам Samsung, пользуйтесь. Кто-то пользуется айфоном, кто-то пользуется Samsung, Huawei, Xiaomi, ZTE, Amizu, не так важно. Главное, чтобы вам нравилось. А кто чем пользуется, там какой-то человек, вот я сейчас тут сижу на видео, ваши друзья, вас это вообще никак не должно волновать, каждый пользуется тем, чем он хочет, поэтому если у вас есть деньги, то покупайте, как вы можете купить со скидкой, я рассказал. Опять же, главное, не покупайте в кредит. Моя позиция, не нужно покупать телефоны в кредит. Компьютеры можно, если вы за ними работаете, телефоны не нужно. Ладненько, хватит, давайте наконец-то теперь успокоим. И в чем самый прикол, мне для этого не нужен абсолютно никакой ножик, потому что у Apple здесь вот такая вот дергалка. Сейчас давайте мы ее так... Опс, опс. Все, и коробочка у нас сейчас открывается. Опс, такс. Та-дам! Пахнет на самом деле какой-то... Ну, не китащиной, но... Ладно, шучу, нормально пахнет. Не можно сказать ничем. Наконец-то. Вот он мой iPhone 11 в белом цвете. Объясню, кстати, почему белый. Черный мне не понравился. Он какой-то не черный, он, блин, серый. И там еще отпечатки на нем хорошо видны. И вообще, такое ощущение, что там краска где-то в полметра под стеклом. Логотип Apple там вообще... Кажется, что он реально очень глубокий. В общем, черный цвет мне не понравился. Красный слишком ядовитый, а фиолетовый, розовый и желтый, ну, это, можно сказать, цвет для девочек. Ну, в общем, они меня не особо так впечатлили. Я беру телефон надолго и делать цвет тупых, кстати, перепродать-то будет легче. Опять же, главный плюс iPhone'ов, они не падают в стоимости слишком быстро. Если мне по какой-то причине iPhone не понравится, через полгода, через год, через два я его смогу продать. Не слишком много потеряв денег, с учетом того, что я его купил за полтильник, так, возможно, даже я его сейчас могу продать и наварюсь, не знаю, тысяч на шесть-семь. Но я думаю, через год, через два, ну, потери, наверное, составят, там, пять-десять тысяч максимум. На самом деле, в этом видео, помимо лайфхака со скидкой, я еще хотел рассказать историю моего взаимодействия с техникой Apple, потому что у меня есть MacBook, у нас есть AirPods, у нас есть iPad, у нас есть... У нас, короче, практически все от Apple, кроме Apple Watch. И вот iPhone'а у меня до сих пор за все это время ни разу не было, и это мой первый iPhone. До этого у меня был iPod Touch пятого поколения, практически все то же самое, ну, если мы сравним, допустим, с iPhone'ом пятеркой, он просто тончий, нельзя было звонить, но, в общем-то, какой-то опыт взаимодействия у меня был, но он был очень давно, и вот это мой первый iPhone, и вот, кстати, кто-то, может быть, заметил, у меня на столе тут лежит раритет, это iPod Touch третьего поколения, и я даже хочу запередить с ним небольшой спид-тест. Здесь до сих пор iOS, я не знаю, это даже не шестая iOS, это, не знаю, там, четвертая или пятая, в общем-то, там вообще нифига практически нет, и мне даже вот интересно, потому что он программный, до сих пор быстро запускает, и я даже хочу сделать небольшой спид-тест, то работает, то у нас по итогу быстрее. iPhone 11 в 2019 году, либо iPod Touch третьего поколения, мне кажется, это будет интересно. Ладно, друзья, на этом все, огромное спасибо, что вы досмотрели это видео до конца, надеюсь, что вам понравится, опять же, делитесь статьей, которая есть в описании, с друзьями, возможно, кто-то сэкономит деньги и скажет вам спасибо, но я уже скоро пойду спать, завтра снова вставать в 6 утра, гулять с собакой, которая вот сейчас храпит рядом. Опять же, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца, пользуйтесь тем, чем вам нравится, неважно, iPhone, это Xiaomi, либо Samsung, живем один раз, и главное, чтобы вы кайфовали, все остальное вообще по барабану, что MyOS, Android, это все фигня на самом деле. Ладненько, все, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok